Всем привет! Меня зовут Валерия Рене. Я художник-анималист, работаю в смешанной технике с преимущественно акварелью. И сегодня я хочу вам рассказать, в чем отличие акварельной бумаги, дать вам чисто теорию, понятную, для того, чтобы вы могли ориентироваться в магазинах, видя перед собой различные склейки, скетчбуки или просто листы бумаги, понимать, что это за бумага, для чего она больше подходит и как вообще выбирать. Итак, у нас есть, скажем так, три основных фактора, на которые мы обращаем внимание. Первый фактор это сам состав бумаги. Сегодня мы говорим именно об акварельной бумаге. Значит, из чего может состоять акварельная бумага? Это может быть хлопок, это может быть целлюлоза, и это может быть смесовая бумага. Смесовая это имеется ввиду целлюлоза плюс хлопок. Обычно смесовая бумага предоставляется в вариантах, когда идет целлюлоза плюс 25% хлопка, или целлюлоза плюс 50% хлопка, то есть пополам. Мне второй вариант нравится больше, потому что он содержит в себе больше возможностей хлопка, и соответственно более вариативный для различных акварельных техник. Но давайте немножко поподробнее разберем, чем вообще отличается хлопок от целлюлозы, почему есть такие различия, и какую из этих бумаг лучше выбрать. Значит, хлопок, по сути, это, ну, если прям грубо говорить, это ткань, да, ну, хлопок. Все знаем, что такое хлопок. То есть это в составе именно хлопковое волокно. Какие у него свойства? Он хорошо впитывает пигмент. Впитывает пигмент. Что это значит? Это значит, что есть толщина бумаги какая-то определенная, и вот та краска, которую вы наносите, она глубоко проникает в ткани. Доходит, условно, там до середины, а иногда при очень сырых техниках может даже пропитываться насквозь. Хлопок хорошо выдерживает слои. Любит многослойность. Например, его прекрасно используют для ботанической иллюстрации, где очень много слоев лисировки. Хлопок стойкий, более стойкий, чем целлюлоза ко времени. Это важно, если вы пишете картины и хотите, чтобы они сохранились на длительное время, то есть на десятилетия, может быть, даже на столетия. Не желтели, не распадались. И при этом хлопок чаще всего стоит дороже, чем целлюлоза. И он прекрасно подходит для того, чтобы отрабатывать, на нем хорошо отрабатывать мастерство. И закреплять навыки. То есть, что это значит? Когда вы уже понимаете, как технически исполнять те или иные акварельные техники и приемы, очень хорошо на хлопке закреплять эти навыки, их прокачивать, усиливать и отрабатывать именно как раз мастерство. Более детально, более точно работать с акварельным пятном, с размытием, с какими-то растеканиями, перетеканиями. Вот эта вся история на хлопке смотрится гораздо лучше, чем на целлюлозе. И ее проще делать. То есть, вот эти все переходы гораздо проще создавать именно на хлопке. Что такое целлюлоза? Целлюлоза, если грубо говорить, то, по сути, это дерево. Вот эта бумага, например, это целлюлозная бумага, пища. Она очень тоненькая и, как видите, не отбеленная. Имеет натуральный белый цвет. И, по сути, это переработанная древесина. Вот в акварели также целлюлоза это переработанная древесина, которая используется для рисования. Какие здесь особенности? У целлюлозы пигмент находится на поверхности. Целлюлоза плохо выдерживает многослойность. Может скатываться от механического воздействия. Вот протирание. Что это значит? Это значит, что если вы захотите какой-то неудавшийся участок смыть, промыть более жестковатой кистью, очень вероятно у вас бумага скатается и начнет такими прям катышками собираться по поверхности. То есть она неустойчива к механическим воздействиям. Хлопок, в отличие от целлюлозы, гораздо более устойчива в этом плане. На целлюлозе легко смыть ошибку. Это благодаря тому, что пигмент остается на поверхности бумаги. То есть он не проникает глубоко в ткани, так как это происходит с хлопком. И соответственно гораздо легче с целлюлозы смыть какой-то участок, который не получился. Потому что весь пигмент он просто с верхушки бумаги смывается. Хлопок тоже хорошо достаточно промывается, но если пигмент едкий, например, это бывают розовые, хинокридон розовый, он может быть очень едким, опера розовая. Некоторые голубые и бирюзовые оттенки они очень глубоко, очень сильно въедаются в ткань. И даже когда промываешь какой-то участок, все равно может оставаться довольно сильное яркое пятно. Целлюлоза стоит дешевле, стоимость ниже. И это одна из причин, на мой взгляд, почему лучше целлюлозу приобретать для первоначального обучения. То есть, именно для того, чтобы отработать механические действия рукой, чтобы понять, как вообще вводить кистью по бумаге, на что способны ваши кисти, на что способна ваша рука, как она может двигать, как нужно давить на кисть, на инструмент, для того, чтобы получать те или иные линии и пятна. Как можно управлять водой в акварели, в работе, сколько брать воды, насколько ее должно быть много в каких-то одних техниках, насколько ее должно быть меньше в других техниках. То есть, вот эти моменты, тонкие нюансы, которые необходимо освоить в самом начале своего пути, их гораздо проще усваивать на целлюлозе, потому что, во-первых, она стоит дешевле, а понадобится довольно много бумаги, чтобы освоить первоначальные шаги. Во-вторых, на ней легче смыть какие-то участки, если что-то не получилось. Целлюлозу не так жалко условно, то есть, если даже что-то не получится, гораздо морально проще будет выкинуть лишний лист и купить новый. Следующий фактор, который мы учитываем и который мы можем увидеть в описании бумаги, это фактуры. фактуры по сути три. Первый вариант это сатин или гладкая бумага или может быть еще написано ход пресс. Это все одно и то же. Следующая это финн, а также это среднее зерно или среднезернистая. Может быть написано колд, ой, колд, пресс. Или может быть написано грейн финн. Это все одно и то же. И третий вариант это торшон. Крупное зерно или крупнозернистая. торшон на английском. Это будет написано как торшон или еще может быть написано руж. Это все одно и то же. чем они отличаются. В первую очередь отличаются визуально. Гладкая бумага она соответственно имеет более гладкую фактуру поверхность. Финн среднее зерно имеет чуть более выраженное ну скажем так узор на поверхности бумаги. крупное зерно имеет наиболее выраженный узор на бумаге. Например здесь у меня есть для примера вам гладкая бумага это вот такая среднее зерно выглядит более неровным более выраженная у него фактура более выраженные скажем так ячейки тот узор который закладывает производитель. Торшона у меня нет чтобы вам показать его в том виде в котором он сам по себе что он себя представляет потому что для моей техники он не подходит и я его себе не приобретаю то есть у меня торшона в принципе не бывает в работе когда-то я его давно попробовала поняла что для моих задач он слишком зернистый и я от него отказалась что здорово классно рисовать на сатине сатин вообще великолепно подходит для написания ботанической иллюстрации и вообще для тех иллюстраций которые подразумевают многослойность лисировки и большую детализацию когда нужно много-много каких-то деталей прописать при этом сатин самая на мой взгляд сложная бумага из профессиональных потому что она чем-то напоминает промокашку очень хорошо в себя впитывает быстро пятно акварельное по моим ощущениям сохнет быстрее чем фин или крупное зерно и поэтому плавные перетекания и размытия между акварельными пятнами между пигментами очень сложно сделать на сатине то есть там нужно прям приноровиться к этой бумаге чтобы ее освоить поэтому если вы с целлюлозой решили переходить на хлопок не берите сатин лучше возьмите его попозже возьмите сначала среднее зерно на мой взгляд среднее зерно это вообще универсальная бумага потому что она подходит для многих техник она и содержит в себе красивую фактуру при этом не слишком выраженную и на ней можно например работать с графикой в том числе как это происходит у меня я работаю в смешанной технике к акварель я добавляю цветные карандаши линеры и благодаря среднему зерну я могу и фактуру показать интересную и при этом карандаш у меня ляжет достаточно плотно не будет пробелов крупное зерно очень классно подходит для написания очень живописных красивых пейзажей для написания выразительных техник с грануляцией когда есть вот эти растекания чем крупнее зерно тем гранулирующие краски которые распадаются на мелкие частицы и дают очень великолепные эффекты вот они получаются лучше всего именно на крупном зерне потому что вот эта ячеистость позволяет как раз пигментам где-то оседать в большем количестве а где-то наоборот стекать с поверхности да так как когда мы говорим о зернистости о фактуре самой бумаги по сути это что получается гладкая бумага выглядит вот так среднее зерно выглядит вот так если схематично смотреть крупное зерно выглядит вот так соответственно когда пигмент мы наносим на бумагу он в крупном зерне ну и даже в среднем зерне в том числе отсюда будет стекать в ячейке просто потому что так работает физика здесь останется более чистый участок здесь соберется большее количество пигментов то есть самого цвета самой краски и тогда более выразительно будет рисунок третий фактор который мы учитываем и который мы можем встретить на обложке самой бумаги в описании это плотность бумаги плотность это граммы на квадратный метр вот эта бумага пища если я не ошибаюсь по-моему она имеет 70 грамм 70 грамм на квадратный метр стандартная ксероксная бумага это обычно 80 грамм на метр акварельная бумага которая чаще всего встречается в магазинах это это либо 150 либо 180 либо 200 250 300 грамм 300 грамм это на мой взгляд самый оптимальный вариант для того чтобы писать на листах потому что именно в этой плотности бумага хорошо держит форму и не слишком начинает коребиться от воды потому что мы знаем что если мы намочим лист он начнет ну ходить как это называется да поэтому лучше его либо натягивать на планшет либо приклеивать к планшету так вот 300 грамм еще более-менее себя хорошо ведет и не слишком начинает плавать бумаги которые уже меньше начинают гораздо больше видоизменяться коребиться от наличия воды но если мы говорим про скетчбуки чаще всего скетчбуках мы встретим либо 200 либо 250 либо 180 грамм я бы даже сказала что 180 и 200 грамм это самый частый вариант и это нормально для скетчбука потому что в скетчбуках важно чтобы было достаточное количество листов и при этом не была огромная книга то есть мы понимаем что чем выше плотность тем толще сам лист соответственно если мы говорим о большом количестве листов хорошо когда их немного поменьше и в скетчбуке в принципе да они могут немного тоже изгибаться но это смотрится красиво потому что это такая рабочая тетрадь художника это всегда очень вдохновляет других людей и даже самих авторов собственных скетчбуков когда заполняется полностью вся книга весь скетчбук и смотришь на эти неровные листы понимаешь что там целая история это всегда очень красиво также это может быть 600 грамм может быть 800 грамм эта бумага намного уже будет плотнее она уже практически вообще не будет сильно двигаться из-за наличия воды на ней очень хорошо будет себя выдерживать вот эти плотности это хлопок целлюлозу я такую не встречала и соответственно чем выше плотность тем будет дороже бумага это тоже нужно понимать как быть когда такое большое разнообразие бумага может стоить не очень дешево вы например только в начале своего пути и вот на чем остановиться что выбрать я рекомендую в первую очередь смотреть конечно на свой бюджет и на свои возможности плюс на то что вам доступно так как сейчас есть большое количество маркетплейсов практически в каждой городах даже в самых маленьких на них большой выбор различной акварельной бумаги для того чтобы оттачивать именно технику и механику можно начинать с целлюлозы и можно даже брать для начала вообще недорогую из хороших вариантов которые мне нравятся которые я использую довольно часто со своими учениками это бумага Брауберг она вполне себе прилично выглядит вполне себе хорошо показывает себя в работе при этом не стоит бешеных денег и ее можно покупать в достаточном количестве для того чтобы оттачивать свои навыки когда вы чувствуете что вам уже на целлюлозе не очень нравится результат то есть вроде бы вы понимаете как писать акварелью но сам результат видите что не получается лучше вы уже освоили механику действий но хотите более качественного итога попробуйте перейти на смесовую бумагу целлюлозу с хлопком в идеале 50% либо сразу пробуйте хлопок из смесовых бумаг мне понравилась в работе бумага Паули Рубенс она тоже недорогая она прекрасно подходит для того чтобы как раз попробовать поэкспериментировать и прочувствовать как себя ведет вообще хлопок потому что она очень очень хорошо напоминает хлопковую бумагу в 100% ну и дальше можно переходить на чистый хлопок тут уже опять же смотреть по своим возможностям что есть в наличии в вашем магазине или что вы можете заказать и какую сумму вы готовы потратить до того как покупать большие листы можно купить или попросить кого-нибудь например вам подарить на праздник склейку это может быть небольшая склейка но вы хотя бы попробуйте как эта бумага себя ведет и чем вообще хлопок отличается от целлюлозы потому что отличия все равно чувствуется но чаще всего когда вы уже освоили механику и технику на хлопке происходит всегда гораздо больший быстрый старт то есть намного быстрее вы выходите на более качественные результаты это всегда очень радует людей которые пытаются пытаются на целлюлозе достичь классного результата и вроде бы уже знают что как делать а все равно не выходят на новый уровень тогда вот лучше всего сменить бумагу и хочу вам рассказать еще вариант который возможно вы найдете для себя этот способ это вариант скетчбука с разными бумагами я сейчас не очень слежу за рынком именно скетчбуков не особо наблюдаю потому что у меня большой запас у меня есть прекрасные подруги которые шьют скетчбуки или шили когда-то и мне надарили их вот один из вариантов который мне сделала моя подруга она к сожалению сейчас уже не занимается пошивом скетчбуков но я хочу вам показать как вариант это скетчбук с двумя видами бумаги первое это хлопок который вот здесь заканчивается вот это еще хлопковая бумага это уже начинается целлюлоза и дальше пошла целлюлоза в различных вариантах здесь уже тоже я где-то в путешествиях каких-то делала различные зарисовки если вы найдете такой вариант это будет великолепно это на мой взгляд лучший вариант попробовать разную бумагу когда есть и целлюлоза и хлопок и смесовая если вы найдете человека который вам пошьет этот скетчбук или возможно вы самостоятельно захотите пошить то это тоже прекрасный вариант потому что это именно разнообразие и эксперименты которые вы можете в своей практике попробовать для того чтобы в одном блокноте скажем так сравнить разные подходы а это очень важно чтобы вы смогли сориентироваться а где же какая техника ваша как она вам ложится что вам нравится что вам не очень нравится что вам откликается и вы хотите дальше продолжать вот в этом направлении потому что есть профессиональные очень классные художники иллюстраторы которые не работают на хлопке и выбирают в итоге целлюлозу потому что именно на целлюлозе у них получается какой-то конкретный эффект и этот эффект становится их фишкой то есть только изучив различные варианты только попробовав и на себя примерив вы сможете формировать свой собственный стиль желаю вам удачи надеюсь было полезно если у вас есть какие-то идеи о том что еще я могу для вас осветить в среде рисования пишите в комментариях буду обязательно читать и записывать новые видео для вас пока-пока